Ребятки, выбираем куда приехать. Вот участок реки, на котором можно остановиться. Какой красивый дуб, ребятки. И мы едем на рыбалочку. Всем привет, друзья, вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, сегодня вторник, не помню какой-то там июня, я приехала на рыбалку, на реку, в абсолютно новое для себя место. Вот сейчас за поворотом нашла вот такой вот интересный бережок, пляжик, не знаю, как это назвать. И вот почему-то я думаю, что это будет одним из самых выгодных мест для того, чтобы разместиться и половить рыбку куда-нибудь вот по направлению туда, либо, 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 либо вернуться вот сюда к повороту и бросать куда-нибудь сюда свои фидера. Ух! Первое, что нужно сделать, это обязательно как-нибудь защититься от комаров, потому что они атакуют просто нереально. У нас сейчас очень долгое время нет дождей, поэтому посмотрите, как сильно опустился уровень воды. А может быть, я не знаю, при ветре опустился? Прикольное местечко. Не-не-не-не, не ходи, не надо, не надо рыбе ходить туда. А здесь вот на берегу самое настоящее поле, видите, трава высокая, я по ней сейчас хожу. Крапива, крапивушка, собака тоже туда пошла. Что здесь у меня еще, вот здесь вот у меня, как это называется, вот здесь вот у меня получается обрыв, прям обратка. Смотрите, какая ямка хорошая. Ух ты! И птички оттенцы. Я люблю ее прям ловить вот из-под ног, там 15 метров, ну как-то, блин, не знаю, на расстоянии 15 метров можно там ловить на удочку, Рамс, не вздумай. Вот. А вот на фидерок здесь пофидерить, в общем, может быть, даже будет прикольненько. А еще мне нужно немножко, ребят, подкатовать середину, так сказать, для ловли. Каждому, как говорится, свое, а мне надо чуть-чуть здесь все посеять. Черный лезь и буду в него. Всякую фракцию добавлять, может, животный компонент, если что. Сейчас кашку сделаем, покажу из чего, вот такого еще не есть. Сразу чувствуется на первом этапе, что нужен второй этап, нужно, чтобы прикормка начала работать, нужно подождать некоторое время. Вот так на первоначальном этапе просто организовано мое место. Это мой стульчик, это я поставила столик, на котором сейчас разогреваю воду для того, чтобы заварить кашу. Прикормочка. Здесь у меня две подставки, то, что ловить собираюсь, вот здесь по прямой траектории. И здесь у меня разложен уже на всякий случай подсад. Сначала заброшу один фидер, потом второй. Получается, у меня есть два вот таких вот пакетика. Здесь у меня пшено, а здесь у меня зерновые. И сейчас я на 15-20 минут опускаю их вот в эту вот кипящую воду. Все, и за 15-20 минут они сварятся, порция будет для рыбы, так сказать, вкусненькая. Нужно уже второе вложение. Ловим мы на реке, поэтому нужно, чтобы прикормка была достаточно суживая. Хотя иногда попылить не мешало, для того, чтобы привлечь рыбу сдалека, ребят. Нужно такое срабатывает пыление. На дне куча какой-то хрени. Опа, вот эта хрень заканчивается, вот здесь вот ничего нет. И пошел снова какой-то выход из глубины. Опа, 2,3, 2,2 метра. Я думала, будет глубже здесь на самом деле. Нет. На русле 3 метра глубина, в принципе, дно чистое. Но если подводить сюда ближе, медленно надо очень вести, потому что диппер очень часто отключается, теряет связь. Вот сейчас вот здесь 2,8, 2,9, пошел выход из ямы вот здесь. Моя каша. Смотрите, вот в таком вот удобном пакетике. Трех переварила, но, по крайней мере, это каша, ребята. За 2 минуты сварганила патерностр. Сейчас проверим, будет ли стоять. Вот интересно, кормушка 60-граммовая. Я сейчас не знаю. Так, получается, и нужно, ребята, связать еще один монтаж. Монтаж легко вяжется, мне нужен карабин. Я вяжу сейчас без вертлюга, можно еще вертлюжок использовать. И леска. Леска 0,3, 0,4. Оп. Карабин на петлю. Оп. Я вяжу двойную. Плюс сделаю еще один дополнительный узелок. Вверху петелька. Цепляю кормушку на карабин для того, чтобы приблизительно сделать длину монтажа. А вот два сантиметра ниже кормушки. Прикиньте, чайку, чайку здесь. Чайку здесь. О, ребят, какая-то рыбка, какая-то рыбка, ребят, окунь, и снова окунь к нам пришел, окунь, что ты здесь сделаешь, а, окунь. Такой вот красавчик, и мы его отпускаем. Снова дух опариков. Ну красота здесь, ребят, красота, и погода просто класс. Два федерочка моих уже стоят, пейзажи невероятно красивые, конечно, просто супер. Ого, видели? Видели? Как вы думаете, что это? Вот это я прозевала. Получается, что-то клевало, видите, съела червяка, а я даже не увидела. Значит, маленькое что-то. Большая рыба клюнула бы и не убежала. Есть, ребят, какая-то рыбка на пучок из двух мантелей, не двух мантелей, двух опар, 6 мантелей. Кто? Посмотрим, кто там. Кто-кто-кто-кто? Густера, 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 густера. Все равно к нам пришла. Вот такая гарная густерка, ребят. Класс, класс. Субтитры сделал DimaTorzok Покопай. Покопай. Будешь копать? Копай. Иди сюда. Вот. Иди копать. Куда? Вот. Давай. Вот, правильно. Молодец. Хорошо. Всем привет от Рамса, кто попадет в эту ямку. Да, Рамс? Скажи. Да. Вот такая вот ямка глубиной. Я уехала, ребят. Но в конце концов, сколько можно биться в закрытые, так сказать, ворота. У меня еще есть в запасе 15.00, 3 часа, около 3 часа, около 6 часов ловли. Это считайте, если бы я поехала рыбачить осенью, днем, это целый день световое для того, чтобы рыбачить. Поэтому сейчас попробуем наверстать. А если уже не будет клевать и на другом участке реки, то я не знаю, ну вот что. Значит, просто не хочет клевать. Выбранные довольно-таки, на мой взгляд, перспективные места. Везде стоит разная наживка. Здесь солнце и нереально жарко. Я не понимаю, что там было за погодой, что там такая за зона была какая-то аномальная. Но здесь такое впечатление, как будто бы вообще другой город, я не знаю, другая местность, вообще непонятно что. Сидим в таком, как сказать, обрывчике. Вот, может быть, поэтому не дует ни ветер, ничего. И нас со всех сторон закрывает растительность и земля. Ну и все, жду поклевку. Три штуки моих. Крайняя правая стоит прямо под обрывом справа. Центральная стоит вот там вот под деревьями. И вот эта стоит на самой мели, вот здесь по центру. Здесь, здесь, здесь меняю наживки. Два раза уже объела червя. Фидер, конечно, концепт этот дистанц, по нему не видно никаких поклевок. Вот когда сидишь внимательно, не смотришь прямо на кончик. Ну вот, первая рыбка на опарыша с мотылем. Это вот такая вот палатвичка. И я ее отпускаю. Скажите, слишком большие крючки. Возможно, когда они клюют, они слишком большие. Но я знаю, что в таких местах может клюнуть очень большая, хорошая рыба, которая крючок другого размера, сломает леску другого диаметра. Она просто-напросто порвет. Поэтому нецелесообразно. Укусим за ногу овод. Здесь ловить, на мой взгляд, на другое оснащение. Не знаю, ребят, мимо или не мимо, есть какая-то рыбка или нет, непонятно. Есть какая-то рыбка клюнула на опарыша с мотылем. И это вот такая вот густерка. Маленькая совсем. Но все равно, блин, это густера. Красота. Отлично. На центральное удилище жду бигфиш. Там стоит здоровенный крючок. Несколько кукурузин. Нормальная наживочка такая. А на такую удилку можно побаловаться и половить какую-нибудь некрупную рыбку. Изредка пропадает солнышко, намного приятнее становится на улице сидеть. Потому что так очень, ребят, тяжело. Неглубоко там совсем. О, бляха-муха ударился об меня в тосте. А кто это? А это у нас уже пескарь. Рамс, иди посмотри. Рамс, смотри, какая рыбка. Смотри, пескарь или бычок. Сейчас посмотрим, ребят. Это бычок. Да? О, ребятки, походу еще одна рыбка идет. Да, еще одна. Смотрите, какая шикарная густера. Огонь. Огонь. И снова сработал опарыш с мотылем. Отпускаем. Если бы приехали рыбачить на сама, можно было бы ставить ее на живца. Я могу сказать, что я все время пропускаю поклевку, я ее не вижу. Пусть я просто не так сосредоточена уже. Но я пропускаю. Сверху обязательно буду подсыпать. Поймала или нет. Поклевку увидела. Поклевочка была. Сто процентов. Если даже что-то есть, то совсем не крупная. Но... Сейчас посмотрим. Это совсем маленькая, да? О! Это уклея. Вот так резко поменялась погода. Снять можно уже наконец-то кепку, чтобы она не давила голову. И я завязала хвост. Все, нет больше солнца. Стоят удилища. Периодически что-то подергивает на мотыля. Крупняк не приплывал. А вот и все. Если там рыба, видишь, застряла. Все. Красивая бустерка. Смотрите. Смотрите. Обалдеть. Сом или не сом, не знаю. Судак, щука. Попалась. Отпускаю ее. Клево. На бутерброд из двух опарышек. Кукуруза и пачка матеря. Так, ребятки. Походу вот еще. Катарушка будет. И еще кустерушка. Вот такая вот. Угу. Красоточка. Катарушка. Катарушка. Субтитры создавал DimaTorzok Есть что-то. Интересно, что? Так, на мотыля большой кучок. Что-то взяла. Сейчас посмотрим, что. Вот мне везет, что у меня сейчас довольно-таки длинный хидор. И той рыбы, которая пытается увезти, у нее не получится это сделать. Что там? Головаль! Давай сюда! Головаль здоровенный! Головаль! Это голаваль на мотыля! На мотыля! Здоровенный голаваль! Ребята, смотрите, какой! Ребята, смотрите, еще маленький утенок прибился к нам. И мы не знаем теперь, что с ним делать. Он прибился от нас и не уходит. Ребята, а голаваль-то, смотрите, какой красивый! Головаль красивенный, голаваль красивенный! На пучок мотыля, ребят! И смотрите, что у него изо рта вываливается. Посмотрите, он ел нашу кукурузу. Вы это понимаете? Он хавал кукурузу. Вот такой вот голаваль красивый. Вот такой вот голаваль красивый! На мотыля! Давайте я его отпущу красиво. Давайте я его посажу в садок. И отпущу из-под садка. Из-под садка. Из-под садка. Давай другому. Опа! Пошел? Пошел, красавчик! Ребятки! Опа! Смотрите, какая густерина красивая! На этот раз уже чуть-чуть побольше. На пучок мотыля. Оп! Ну что, неожиданная развязка получилась. Все-таки своего я добилась. И голавля я поймала. Я хотела какую-нибудь хорошую рыбу. Я ее сегодня увидела. Сегодня периодически поклевывала густера. Попалась также плотва, бычок, ерш. И благодаря тому, что произошла поклевка голавля на мотыля, я все-таки остаюсь довольна этой рыбалкой. Я очень счастлива, что я его поймала. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok